Сегодня 11 ноября. 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война. Между ее участниками, странами Антанты и Германией, было заключено Компьенская перемирие, которое положило конец кровопролитию. Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинада Фоша в Компьенском лесу, во французском регионе Пикардея, недалеко от города Компьен. В результате этой войны прекратили свое существование четыре империи. В огне войны погибло более 10 миллионов человек, около 22 миллионов было ранено. События Первой мировой войны не обошли стороной и Самарскую губернию. В те непростые годы Самара работала на помощь фронту и раненым солдатам. На трубочном заводе, ныне заводе имени Масленникова, производили снаряды, а во многих госпиталях и больницах столицы губернии лечили раненых. 11 день ноября был связан и с судьбой Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года Куйбышев был объявлен запасной столицей. Сюда были эвакуированы не только дипломатические миссии и предприятия, но и артисты московских театров. 11 ноября 1941 года улицы Куйбышева запестрели первыми афишами о выступлении артистов Большого театра. На премьерах можно было увидеть композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, главного дирижера театра Самуила Абрамовича Самосуда, известного певца Ивана Семеновича Козловского. За два года работы в Куйбышеве коллектив Академического Большого театра восстановил почти весь свой московский репертуар и даже поставил новый балет «Алые паруса». В 11-й день ноября появились на свет великий русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Достоевский, русский литератор, прославившийся как муза русского авангарда Лиля Брик, американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо, а также популярная киноактриса Дэми Мур и прочие знаменитости. Не забудьте поздравить с Днем Ангела всех, кого зовут Мария, Николай и Павел. Анастасию народ почитал как покровительницу овец, а в раме – как заступника овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. Пастухов в этот день угощали всей деревней, говорили, что благодаря такому подарку овцы будут здоровы и сохранны. Тем временем в самом разгаре была пора стрижки овец и заготовки овечьей шерсти. Ее пряли, а из ниток вязали теплые вещи. Эти и многие другие интересные события случились в этот день, 11 ноября. Успехов во всех начинаниях и новых положительных эмоций! Редактор субтитров А.Семкин